Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Острова озера Ван станут туристическим центром Ассоциации активистов озера Ван. В Арцахском Айгистане поселились около 60 семей вынужденных переселенцев. Азербайджан намеренно нарушает нормальную работу инфраструктуры Арцаха МИД Республики Армения. В Азербайджане развивается антироссийская истерия Григорий Айвазян. В суд подан первый иск по делу климата в Западной Армении. Сегодня день борца за свободу Карапета Кахкеджана. Скончался депутат Республики Западной Армении, Акоп Абаджан. Ассоциация активистов озера Ван в Западной Армении предложила включить в сферу туризма все остальные острова озера. Ассоциация рекламирует видеоролики в различных социальных сетях с мыслью. Вы можете посетить озеро Ван, легендарный остров Ахтамар в Западной Армении, чью историю и природную красоту стоит увидеть. Было обращено внимание на то, что остров Ахтамар уже занимает важное место с точки зрения туризма. Желательно, чтобы аналогичные меры были приняты и для других островов озера Ктуц, Артер и Лим. В общине Айгистана Арцаха проживает 1246 человек. Об этом сообщил глава общины Айгистан Мегер Ванессян. По его словам, после 44-дневной войны в общине поселились около 60 семей вынужденных переселенцев. Как отметил Ванессян, сельчане в основном работают на стройках. Есть и те, кто занимается сельским хозяйством. В школе 214 учащихся, в детском саду 55 воспитанников. Во время 44-дневной войны были повреждены крыши почти всех домов в поселке. Некоторые из них уже заменены. Сельские дороги нуждаются в улучшении. В общине есть общественный зал и медпункт, которые нуждаются в ремонте. Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление о действиях Азербайджана, направленных на создание гуманитарного кризиса в Арцахе. Объявление, при явном вмешательстве азербайджанской стороны, подача природного газа в Арцахе вновь была сорвана. Таким образом, около 120 тысяч жителей Арцаха остались без газа. Помимо своих действий, направленных на оказание психологического давления на уйжителей Арцаха, Азербайджан умышленно нарушает нормальную работу жизненно важных инфраструктур Арцаха. Считаем недопустимой эту возмутительную политику систематического насилия в отношении армян Арцаха. Нынешняя ситуация делает неотложным четкий ответ международного сообщества для предотвращения гуманитарного кризиса. В эфире Western Armynion TV Григорий Айвазян подробно проанализировал позицию Азербайджана в отношении русско-украинской войны, представляя антироссийские акции, которые в настоящее время осуществляются в Азербайджане. Он отметил, что Алиев сейчас обостряет ситуацию на Южном Кавказе вдоль границ Арцаха и Армении, в результате чего считает возможным открыть новый фронт. Азербайджан уже нанес удар по границам Республики Армении, учитывая тот факт, что в последние дни армянская сторона зарегистрировала еще одну жертву на участке Ярязг. По мнению экспертов, в этом случае Армения обязана отстаивать свои национальные интересы. Касаясь возможного установления отношений между Турцией, оккупантом и Арменией, он сказал, что этим шагом прекратится борьба за Западную Армению. От имени Рыбакова, оккупированной Западной Арменией, в суд подам первый иск о климате озера Мармарии, которому грозит засуха. Через иск внесено ходатайство об определении степени ответственности государственных органов за озеро. С 2011 по 2021 года в результате неправильной политики государственных структур она потеряла 98% своей поверхности, практически полностью высохла. Однако, если Турция не разработает эффективную стратегию борьбы с изменением климата, подобные иски, безусловно, будут продолжаться. Карок Ахкеджан родился в Алеппо. В 1978 году переехал в Германию. Затем он поселился в Калифорнии. В годы проживания в Ливане принимал участие в боях самообороны в армянском районе Бейрут. Он приехал в Армению, чтобы помочь во время Спитакского землетрясения 1988 года. Вместе с Шахе Ачемян сформировал отряд крестоносцев. С 1995 по 1993 года принимал участие в освободительных боях Армении и Арцаха. При освобождении Сопки Пушенкял сражался со своим отрядом против превосходящих сил противника и погиб в бою. Он покоится в Ярабулуре. «Пусть все знают, мы тоже играем в дипломатию. К нам приходят негодяи. Мы смеемся в лицо по-хорошему. Но при этом наши зубы стальные. Мы не армяне 1915 года. Мы рвем шеи наших врагов в короках Кеджан». С глубокой скорбью сообщаем, что скончался гражданин Западной Армении депутат национального собрания Акоп Абаджан. Президент Западной Армении Арменак Абрамям выражает соболезнования родным и близким погибшего и желает им терпения. Акоп Абаджан сыграл большую роль в нелегком деле становления Западной Армении и ее процветания. Память о нем всегда будет светлой в сердцах депутатов национального собрания Западной Армении всех граждан преданных идей Западной Армении. Покойся с миром, дорогой друг». Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале. Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь, оставайтесь с миром!